В любом серьезном начинании важно иметь грамотного наставника. Спорт не исключение, ведь только знания профессионала помогут достичь максимальных результатов. Мы расскажем, как выбрать тренера, которому можно доверить свою физическую форму. Для начала нужно разобраться. Вот когда мы приходим в больницу или в поликлинику, и у нас прописали 10 процедур. Вот, ставим капельницу. Ты на первую процедуру приходишь, поставил руку, тебе специалист поставил капельницу, прокапался, и потом тебе дают на дом все капельницы, все уколы и все остальное. И ты домой приходишь и говоришь, я сам могу. Начинаешь сам себе тыкать капельницу, и что из этого получается? Получается проблема гигантская, потому что ты не специалист. Если все думают, что просто поднять гантель и опустить, это так легко, нет, это сложно. Тут как ракетостроение, Арнольд Шерснеггер говорил. Тут действительно, как ракетостроение, мы должны это все понимать и осознавать, что мы тут делаем за ним. Изменения первые мы увидим на третий месяц занятий. Грубо говоря, если взять три месяца, то это около 30 тренировок. Но все люди разные. Кому-то нужен тренер как партнер по тренировкам. Он приходит, начинает с ним заниматься. Тренер его страхует на тяжелых весах, тренер его мотивирует. Тренер ему звонит и вырабатывает у человека четкий режим. То есть кому-то нужен такой тренер, кому-то нужен тренер просто как мама. Я за день работы прихожу домой, могу провести 5-6 тренировок, но я измотанный. Я получил энергию от людей негативную. И всех свои проблемы. Они пришли сюда, оставили это здесь, в зале. То есть с опытом ты начинаешь понимать, что ты используешь себя как проводник. Как отличить хорошего персонального тренера от не очень? В первую очередь, да, мы никогда не увидим, грубо говоря, хирурга, который не закончил институт. Сказать, что высшее образование, оно не нужно или оно очень нужно, нельзя. Но как вариант опции это действительно спасает. Если у тренера есть высшее образование, это уже большой плюс. То есть человек уже где-то что-то понимает, где-то что-то слышал. Это первое, да, первое, высшее образование. Второе, я думаю, ну, есть много тренеров, 18 лет, там, 18-19 лет. Он пришел и начинает всем давать совет и говорить, вот, я там что-то понял. Ну, сами посадите, опыт, допустим, 10-летний или 20-летний опыт работы. Там все-таки ошибок, каких-то проб было побольше. Третье, это наличие каких-либо портфолио, допустим, да. Если тренер составляет со своими клиентами до, после, да, фотографии. Третье, работа в зале, какая она была, отзывы клиентов и всего остального тоже. Это третий вариант, третий пункт. Третий пункт, это наличие портфолио у тренера. Четвертый пункт, тоже немаловажный. Клиент должен убрать тренера сам. Сам, пообщаться с одним, со вторым, с третьим. Очень часто в залах бывает, я открою сейчас такую тайну, за которую меня не любят. Очень часто в залах есть отдел продаж, который просто говорит, вот, идите к тому, он хороший. Ну, мало ли, у них какая-то договоренность. Кум, сват, брат. И, в принципе, по такому принципу может работать уборщица в зале. Тренер должен развиваться. Любой тренер, персональный, инструктор и все остальное, он должен развиваться. Он должен вести какую-то научную работу. Самообразоваться, посещать семинары, ездить за границу, набираться какого-то опыта оттуда. И тогда во всем симбиозе вы получите себе профессионала, который в первую очередь, что должен понимать? Не навредить клиенту. То есть, ты можешь не дать результат, клиент это тебе простит. Но если ты навредишь клиенту, если ты сломаешь его, если ты что-то сделаешь и не сможешь потом просто оправдать себя или еще что-то, то у тебя не будет будущего в этом спорте вообще. Ну, будущего как тренера у тебя не будет. Продолжение следует...